Дмитрий и Татьяна, поздравляем вас с долгожданным новосельем. Вручаем вам ключи от вашей новой квартиры. Очень надеемся, что в вашей новой квартире вы обретете новое счастье, новую удачу. Этого момента Дмитрий и Татьяна Епифановы ждали несколько лет. Сроки заселения в первый корпус Новокосино-2 постоянно переносились. За это время произошло много событий. К примеру, семья Епифановых стала больше. Когда мы покупали квартиру, эта детская была для одного ребенка. Но в процессе строительства уже эта детская будет делиться двумя детьми. Мальчики? Мальчик и девочка. Причем младшему Дмитрию на этой неделе исполняется один год. Ключи от новой квартиры стали очень долгожданным подарком на день рождения. Новую жилплощадь глава семейства внимательно осматривает. В готовом виде видит ее первый раз. И замечания есть. Есть небольшие замечания, которые рабочие обещали в ближайшее время. Устранить критичных замечаний по самой квартире пока что не видно. Вы же прикинули, какие работы еще здесь предстоит сделать и во сколько это обойдется вам? Трудно сказать в зависимости от того, что захотим делать. То есть работы много. Таких семей, как Епифановы, 888. Сейчас выдают ключи жителям первого и второго подъезда. Дольщики уже получили 40 комплектов. Ждали их два года. Этот корпус должны были сдать в 2014. Но тогда возникли финансовые трудности. Оправдывался застройщик. Потому сроки сдачи переносили несколько раз. Те обязательства, которые мы озвучивали дольщикам, мы их исполнили. Понятное дело, что дом просрочен. Мы не отказываемся от этих обязательств, что были накладки. Но тем не менее дом подходит к завершению, к своему финальному. Поэтому сейчас, в данный момент, проблем по корпусу нет никаких. Поэтому до конца года мы все ключи выдадим. Отопление, электроводоснабжение, канализация. Строители говорят, дом подключен ко всем коммунальным сетям и готов к проживанию. Осталось лишь передать документы в региональное министерство строительства. Этот процесс должен быть завершен до конца года. Заселение продолжается. На следующей неделе ключи от долгожданных квартир начнут получать дольщики 3-го и 4-го подъезда. Владислав Молот, Александр Попов для РТВ.